За молодежью будущее – это факт, который, казалось бы, никто не будет опровергать. И в это будущее сегодня так важно вложить все самое лучшее, передав молодому поколению традиции и, самое главное, историю. Сегодня, когда вопросы безопасности приобретают особую значимость, так важно воспитать дух патриотизма на примере наших дедов и прадедов. Но, похоже, понимают это не все. Цензура на подвиг. Видеохостинг YouTube ограничил показ документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Документальная военная хроника на канале «Беларосс» стала доступна для зрителей 23 февраля. Однако увидеть историю о самом страшном и кровопролитном сражении Великой Отечественной смогли не все. Лента доступна к просмотру для лиц 18+. Причиной послужили вот эти кадры. За почти часовой показ о событиях, происходящих под Ржевом, кадры с ранеными и убитыми советскими солдатами транслируются не больше минуты. Остальная часть ленты – интервью экспертов, комментарии историков. Самое ценное – живые воспоминания участников ржевской мясорубки. Сегодня, когда очевидцев тех страшных событий становится все меньше, а время все дальше отделяет нас от беды Великой Отечественной. Так важно сохранить память не только о победах времен Великой Отечественной, но и о поражениях. Поражениях, без которых не было бы сегодняшнего мира. В битве под Ржевом в годы Великой Отечественной убита, ранена и пропала без вести более 1 миллиона советских солдат. Вот так легко и просто, без обращения к создателям и тем, кто транслирует фильм в интернет-пространстве, Ютуб решает за своего зрителя, что смотреть и что показывать. Но это не значит, что все будут молчать и мириться с подобного рода несправедливостью. Сегодня, 18 марта, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная документальному фильму и ограничениям, связанным с его показом. Ютуб решил, что не всем можно смотреть этот документальный фильм. Ввел ограничения плюс 18 и, по сути дела, отсек аудиторию, на которую мы прежде всего рассчитывали. Сейчас уже выросло поколение, подрастает другое, третье, которым нужно объяснять, к сожалению, время идет, что такое Великая Отечественная война. И этот фильм как раз был в первую очередь рассчитан на них. И вдруг получается, не спрашивая нас, Ютуб очень всегда ревниво относится к авторскому праву, но у нас же тоже есть авторские права, но нас никто не спрашивал, нас обрезали, ограничили. И, собственно говоря, мы считаем, что это, по сути дела, судя по последним событиям, которые происходят в интернет-пространстве со стороны Ютуба, это цензура, по сути дела, на подвиг советских солдат. Вопрос показа ленты молниеносно поддержала общественность, отстаивают правду и необходимость трансляции Ржевской истории. Сегодня, в частности, Роскомнадзор, крупные общенациональные телеканалы Беларуси, федеральные каналы России, а также Союз журналистов Российской Федерации и Белорусский Союз журналистов. Хроника Великой Отечественной войны – это не шок-контент. Это контент, который формирует личность. Это контент, который формирует историческое осознание. Это контент, который способен дать двум новым поколениям, которые действительно уже далеко отстоят от событий Великой Отечественной войны, понимание, за что воевали их деды и прадеды, кому мы обязаны самим фактом существования нас, как независимых государств, как большого союзного пространства, как нашей суверенной Евразии. Мы имеем право на свое прочтение истории. Это право для нас, в том числе, завоевали очень часто герои вашего фильма.